итак привет всем сегодня по многочисленным просьбам а именно двух человек быстренько пробежимся по импутам поскольку я там в предыдущем видео сказал что краткий экскурс я сделаю так вот input значит для какого фига вообще он нужен ну я сам не силен в этих шуры-муры unreal engine of всех которые там чувствуют себя в нем как рыба в воде но все что я понял это некая область которая задает неким кнопкам на клавиатуре или на мышке какие-то значения дабы управлять персонажем тем более что если мы вытащим кнопку клавиатуры то она работает как нажать и отпустить а вот удерживать у нее вроде бы как нет возможно поэтому нужен и пункт хотя я не понимаю блин почему не сделать это здесь например в этой же кнопки там удержание блин этих анриаловцев вообще не поймешь я имею ввиду тех кто создает анриал по моему они люди спустившиеся с марса и некоторые мысли у них настолько глубоко в заднице что понять их очень сложно ладно перейдем дело так вот отправляемся в увлекательное путешествие edit project settings открывается окно project settings и здесь вот engine и у нас есть тут input у меня сейчас открыт уже как его называют project там где от первого лица чел бегает и здесь вот input и уже прописаны каким-то заблаговременно умным дядькой то есть мы можем пока глянуть то есть вот у него jump вот у него стрелять вот у него не знаю что action ну то есть типа на открывать дверь или что-нибудь и что и вот удержание кнопки то есть кнопка w и с ходить вперед назад также на up и down это наверное на джойстик клавиатурный еще геймпад дополнительно если вы хотите на джойстике играть тоже вперед-назад move right право влево туда-сюда turn right поворачивать там мышкой крутить налево направо гривой поднимаем то есть прописываем вот эти вот все дела то есть это мы можем здесь подсмотреть как списать у одноклассника на попробуем сделать их сами если кому-то это интересно так все закрываем нафиг и открываем вообще нулячий проект new project вот он new project назовем его input короче это временное у меня будет input и никакого бланка не выберем то есть шаблона никакого вообще не выберем место есть тут дам сюда название а ну create create так создался проект абсолютно нулячий и отправимся в то же самое увлекательное путешествие edit project settings engine и input и вот как раз у нас action mappings и access mappings пустые значения как раз то что нам надо сейчас как бы и будем их это рожать так небольшая шпаргалочка с предыдущего проекта и смотрим смотрим на эту красоти а да так значит мы сейчас создадим нашего героя персонажа ну так быстренько blueprint характер назовем его плауер после чего правая кнопка опять на blueprint класс и гейм мод гейм мод заходим в гейм мод и выбираем ладно я плауер назову blueprint чтобы же это было интересней зашли гейм мод и назначили дефолт паун класс вот этот вот наш плауер ппп сохранили и закрыли все теперь мы отправились в world settings если такового здесь нет то он вот он находится и здесь гейм мод мы быстренько выбираем только что созданный гейм мод player game мод так теперь по идее мы будем играть вот этим нашим созданным персонажем конечно нет ни хрена внутри но душа уже там и так вот я уже в нем ходить не могу смотреть не могу ничего не могу потому что вот как раз эти все манипуляции никуда не прописаны а прописывать их нужно на основе вот этого импута поэтому отправляемся опять же в импуты и начнем импутить шпаргалочка так так вот axis mapping это именно та область которая отвечает за удержание вот этим пальцем какой-либо кнопки например кнопок вас ходить вперед назад влево и вправо поэтому вот сюда и мы заходим axis mapping мы нажимаем плюсик разворачиваем и добавляем первый input что мы видим обычно пишут всякую дрянь movi forward ну типа двигаться вперед можно написать так а можно написать и по-другому например в вперед в вперед хрена есть только и здесь мы задаем каким хреном мы будем идти вперед выбираем или клавиатуру или геймпад или еще бог знает чего ну по обыкновению кнопкой w мы идем вперед здесь ставим единицу стоит единица хороша ну и соответственно если мы двигаемся вперед то нам также нужно еще дверца и назад нажимаем вот этот плюсик выбираем клавишу бру-бру-бру-бру-бру эс а здесь уже пардон в обратную сторону минус да шпаргалка соответствует дальше можно другие клавиши назначить можно хоть все клавиши клавиатуры вверх не строки назначить дверца вперед а все клавиши нижние можно назвать дверца назад но это кому как интересно у кого насколько извращенный мозг так сейва тут нет здесь вот вписал и все уже запомнил анриал с одной стороны это глима все время хочется нажать какую-то иплай кнопку или еще какую-то ну не обязательно так вот то есть вперед назад мы как бы уже ходить но не умеем но задали такую кнопку что она уже анриал ее упомнят пошли дальше добавляем еще одну фигню здесь у нас это называется муврайт почему муврайт там и вправо и влево ходишь но называется муврайт ладно мы напишем в сторону и опача enter нажал по привычке и выбираем опять же какую-нибудь клавишу на клавик ордах так там у нас какая предполагается а голубь и добавляем в обратную сторону клавиша д где ну и соответственно д в отрицательную сторону а а в положительную да нет наоборот ну блин шпаргалка она и в африке шпаргалка вот так получается забили уже вот эти две штучки четыре кнопки забили уже да то есть кнопки вас мы уже наш сделали теперь нужно сделать кнопку или не кнопку а управление той же мышкой как подглядим в нашу шпаргалочку это также находится в axis mapping axis и вот и вот turn turn ну то есть это когда мы мышкой вот так вот гоняем балду и look up вот это когда мы вот так гоняем но с продолжим так и так поехали turn то есть поворачиваем ну наш могу написать по ворота нет конечно если вы хотите вы пишите по грамотно и я просто пишу вот эту галимантью русские слова английскими литерами просто чтобы вы понимали что здесь можно писать хоть матерные слова лишь бы писать так и здесь у нас на повороты мы выбираем мышка x маус x готова единичка да кстати бывает вот нужно чтобы например повороты мышки были не так быстры и у меня был такой момент когда нужно было чтобы я поворачивался медленно поэтому здесь ставьте не 1 а 0 2 например то есть уменьшайте количество вот этой цифры то есть единица это некое среднее значение крейсерская скорость а вот этим можно задать ну или наоборот намного быстрее включите тут врубить и тут 5 тогда у вас будет вот такое происходить такое тоже надо иногда и соответственно look up look up шпаргалки у нас это как говорится вверх да вверх вверх так и у нас look up минус 1 ну пусть будет минус 1 она кстати когда начнешь смотреть понимаешь плюс или минус 1 когда ты начинаешь крутить вправо он влево ну тогда нужно поменять местами ну ладно вот сущности я сделал небольшое количество кнопок вращение гривой мышкой и движение вперед назад далее там здесь можно ставить input и на какое-то кратковременное нажатие кнопки например там открыть двери прыгнуть то есть там не обязательно удерживать кнопку jump это почему-то прыгать считается но я напишу прыжок прыжок и какой клавишей мы обычно прыгаем конечно же большущей клавишей клавиатуры которая называется спасибар так прыжок и фаер фаер еще всякое ну вот экшен например открываем двери конечно не буду сейчас я не буду писать всю эту ерунду потому что это уже тема другого урока двери открывать но просто как делать импуты все по идее нам эта шпаргалка не нужна это тоже все закрываем и импуты прописаны таким образом заходим в нашего блюпринта заходим в event graph и теперь мы вызываем только что созданные инпуты а именно вот так у нас называется движение вперед-назад правой кнопкой мыши забиваем эту штуку и находим вот оно то есть если бы оно не было прописано в инпуте только что там тут бы оно и не появилось а так оно есть вот эти волшебные но дай мы начнем двигать двигать попой так movement input сюда отсюда get actor forward вектор сохранили и пошли то есть вот я хожу то есть мой input вперед-назад работает смотрим как выглядит input вправо-влево вот в стороны я его назвал копирую это название правой кнопкой мыши правой кнопкой мыши вставил нашел клац здесь мы этому control c control v также подсоединили отсюда get right actor вектор вектор на на включили и проверили вперед-назад ходим влево вправо ходим то же самое делаем и для мышки поворот 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 вызвали ну и сразу уже чтобы не мучиться вверх ну и чтобы вообще уже не мучиться сразу уже и прыжок скопируем вот сюда все повызывали теперь только подставлять будем так значит отсюда оттягиваем и controller я у input я у это поворачивать влево вправо а сюда и controller pitch input отсюда и и jumping jumping jump по-моему так ладно проверяем и так ага ходим и прыгаем ходим бродим колобродим гривой вертим наверх вниз не поворачиваем не поворачиваем по причине потому что я здесь забыл прописать ну конечно так а здесь mouse y y y y минус 1 да проверим а отлично работает вот таким образом мы прописываем инпуты и я так и кончу и и и и и и и и и